Позади меня разрезанный холст. Очень похожий был продан на аукционе за 25 миллионов долларов. Это примерно 500 однушек в Сургуте или 11 миллионов шаверм. И это в сырном лаваше. Тут, помимо этого разреза, есть еще вот такие разрезы, есть вот дырочки, есть вот другие дырочки. И, вопреки расхожему мнению, это все имеет смысл. Здрасте, вы на канале Сейна, сейчас разберемся, почему. Первое, что стоит усвоить перед походом в музей, что картина, скульптура или любой другой объект искусства, это примерно то же самое, что фраза на китайском. Чтобы ее понять, вам нужно знать две вещи. Первое, это китайский, а второе, это контекст высказывания. Если вы не овладеете хотя бы одной из этих вещей, то все, что вы сможете сказать, это что иероглиф, ну, красивый, или что вы бы лучше нарисовали. Но смысла вы совсем не поймете. Язык художников — это набор визуальных решений. Ровно как музыкант к своей новой песне подбирает аранжировку, исходя из того, какое настроение он хочет передать. Также и художник сегодня может писать вполне привычные нам портреты и пейзажи, а завтра понять, что это совершенно не отражает его мироощущения. И вот в этот момент художник начинает искать. А направление его поисков как раз-таки и задает контекст, в котором он находится. Например, ранние работы художника Умберто Бачони выглядят довольно привычно. Можно отметить тонкую работу со светом и туманную, как бы дремлющую атмосферу. Но это не устраивало Бачони. Дело в том, что нормы искусства тех лет были сформированы во времена, когда из города в город можно было добираться целую неделю. Бачони же жил, когда уже были изобретены поезда. Речь про изменение самого темпа жизни. Дело в том, что раньше было абсолютно нормально, что за день ты видишь только три одинаковых знакомых лица, и так всю жизнь. Теперь же человек встречал сотню только по дороге на работу. Современный город грохочет, светится и торопится, а художники-футуристы стремятся это передать. Ведь с тем, чтобы документировать реальность, отлично справляется фотография. А задача художника-это передать нечто более глобальное, вездесущее, но при этом тонкое. Перед вами фотография человека в городе. Остановленное мгновение. И мы привыкли к этому. Оно существует на фотопленке, но при этом в реальности мы подобного не наблюдаем. В реальности вы только выходите на улицу, и тут же 30 человек проехало мимо вас в трамвае. Загорелся светофор, еще 15 пошло по зебре. Остановилось такси, из него вышли еще трое. И вы не идентифицируете каждого из них. Для вас люди, здания, машины, дороги смешиваются в единую городскую массу. Она кричит, визжит, и мы к ней уже привыкли. Мы привыкли игнорировать это, чтобы оставить в голове только одно самое главное. Дорога на работу. А ведь из этого пропущенного и проигнорированного, по сути, и состоит наша жизнь. И городской пейзаж Бачони, в отличие от фотографии, требует, чтобы его не просто разглядывали, но и использовали воображение, узнавали в наборе смазанных фигур городскую суету и становились частью происходящего, а не просто видели его застывший отпечаток. Этим же, кстати, можно объяснить и то, почему, казалось бы, красивые люди плохо получаются на фотографиях. Такое бывает, и в этом все-таки виноват фотограф, потому что мы привыкли видеть динамическое, постоянно движущееся лицо. И вот именно оно кажется нам красивым. А дело фотографа найти застывшее мгновение, но самое выгодное конкретно для этого человека. Так что это не вы виноваты. Также стоит понимать, что нет такого, что все художники мира объединяются и заявляют, теперь искусство выглядит так. Нет, это обычно небольшая группа энтузиастов, которая проталкивает свои радикальные, никому не понятные идеи в массы, а в ответ получают, как правило, в основном порицания и помидоры. Футуристы были именно такими. Они отрицали любое искусство прошлого, все, что не пропагандировало прогресс и современность. Зато охотно принимали абстракционизм, кубизм и другие формы, устремленные в будущее. Стоит заметить, что вот эти измы, они не были настолько четкими группами, и абсолютно нормально было заимствовать друг у друга какие-то идеи, фишки, а авторами этого самого разделения были в основном газетчики, ровно как, например, и в современной музыке. Скульптор и художник Лучи Фонтана, на выставке которого мы сейчас и находимся, был увлечен теми же идеями, как и миллионы его современников, к слову о контексте. Он жил во время, когда все стремительно изменялось и механизировалось, создавались новые общества, переосмыслялись традиции, до космоса оставалось просто рукой подать, и все это можно прочесть в работах Фонтана. Самая простая мысль, которую можно сказать про надрезанный холст, что это протест и провокация. Но важно понимать суть протеста и качество провокации, ведь эти надрезанные холсты называют самым радикальным художественным жестом со времен Черного квадрата Малевича. И важно понимать, что радикальность заключается в том, что для любого художника холст — это сакральная поверхность, на которой создается искусство. И не нужно думать, что Фонтана не понимал этой сакральности. Он сам закончил художественную школу, был сыном скульптора и большую часть своей жизни преподавал в своей собственной художественной школе. Он отлично осознавал эту сакральность, и от этого этот надрез становится только более болезненным, радикальным и значимым. То есть если вы надрежете холст, то это будет просто вандализм. А если это делает художник, то есть человек, положивший жизнь на визуальные эксперименты, — это уже жест. К тому же в других работах с надрезами и дырками часто стремятся разрушить иллюзорность картины. Когда разрезают холст, сзади видна стена. Таким образом, вся магия, которую обычно создает художник, разрушается. Но не у Фонтаны. У Фонтаны отверстия подклеены с обратной стороны черной тканью, тем самым холст как бы остается цельным. И таким образом Фонтана в своих пародийных и просто наивных работах зачастую задается глобальными вопросами, которые ставило перед ним его поколение. Потому что если за холстом не стена, то что? Космос? 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 И вот мы и оглянуться не успели, как разрез оказался способом создать пространство внутри картины. Формы нет, объектов нет, перспективы нет, а пространство есть. И если смотреть на это не как на чьи-то бредни, а как на попытку нащупать художественный язык нового времени, то это оказывается крайне занимательным занятием. К тому же, что вам должно быть сделать это особенно просто, ведь для вас это новое время уже давно прошедшее. С тем же настроем стоит подходить и к скульптурам Фонтана, потому что всем нам понятно, что значит изобразить форму объекта, просто его очертания. Эта часть скульптуры ясна каждому из нас, и можно сказать, что каждый может это сделать, но что если нужно изобразить его движение? Не его застывшего в движении, а именно само движение. Над этим Фонтана экспериментировал, и отголоски этих экспериментов вы можете регулярно видеть в массовой культуре. И если вы занимаетесь каким угодно творчеством, то подобные вот выставки для вас, как куриные грудки для спортсмена. Поэтому сейчас я буду дарить вам билеты на эти выставки. Я разыграю пять билетов, и, собственно, пять счастливчиков смогут бесплатно оказаться на этой и других выставках в мультимедия-арт-музее на Кропоткинской. Если вы здесь никогда не были, то настоятельно советую, он как минимум со мной сотрудничает, вы представьте. Чтобы выиграть эти билеты, вам необходимо будет сделать следующее. Ровно как Фонтана пытался найти, что больше всего отражает его время, также нужно будет сделать и вам. Только вам не нужно будет писать картину, вам нужно будет просто упомянуть. Это может быть хоть упаковка сгущенки, хоть рекламный постер, хоть какая-нибудь фотография вашего деда. Что-то, что, по-вашему, является символом эпохи, отражением времени. Почувствуйте себя художником. Самые креативные и интересные пять я выберу, и они, собственно, получат возможность посетить это место бесплатно. Ну, а те, кто будут просто присылать креативные варианты, у меня вообще как-то так получается, что каждый раз я конкурс устраиваю, потом конкурс кончается, а работы все равно идут. Просто указывайте, во-первых, в своих комментах тег «Искусство для Сейна», а во-вторых, можете постить в исторке какие-нибудь самые яркие штуки, и тогда я вас к себе перепощу. Ну и, в общем, будет всякая активность, я думаю, вы понимаете, что это происходит. Вам нужно помнить главное – «Искусство для Сейна» и то, что больше всего отражает время. Это может быть как смешно, так и просто интересно, так остроумно, короче, дело за вами. Нет ничего индивидуального и интересного в том, что вы не понимаете современное искусство. Это вообще не мнение, а обыкновенная необразованность. А вы, когда начинаешь разбираться, то тогда обнаруживаешь, что, оказывается, это были не просто какие-то душевно больные шизики из прошлого века, а такие же, как мы с вами, люди, которым просто виделось дальше и хотелось больше, чем всем остальным. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. Па!